В посвященной выборам газете «Нацблока» была опубликована статья депутата сейма Эдвина Шнёров, в которой политик, говоря о ситуации в Латвии, приводит высказывания одного из министров правительства Карлиса Ульманиса. «Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывезти её оттуда будет трудно. Мы видим, что приехавшие во времена СССР русскоязычные, хоть и постоянно глумятся над Латвией, из неё не уезжают». Открытое письмо в правлении «Нацблока» написали три представителя единства. В нём Лоскутов, Юдин и Чиганы указывают, что высказывания Шнёры напомнили им риторику запрещенной организации «Перкен Круз». Впрочем, коллеги подписантов связывают такую риторику представителя «Нацблока» с выборами. «Каждому политику надо понять, что после выборов жизнь не заканчивается. Партнёрам, по крайней мере, следует вести себя уважительно и быть коллегиальными». Глава правительства такие слова, в общем, тоже не одобрил, но, как и коллеги из единства, почему-то апеллируют выборами, а не фактом оскорбления значительной части населения страны. «Перед любыми выборами очень важно не забывать о том, что и после них надо будет работать вместе, поддерживать личные отношения. А такие высказывания вряд ли будут им способствовать. От них следует максимально отстраниться». Что будет делать с полученными ответами единства, пока тоже непонятно, если даже «Нацблок» вдруг признает, что подобная риторика соответствует программным установкам. Развал правительства после этого вряд ли последует. Йодин, Лоскутов и Чиган в своём обращении зачем-то напоминают, что в ведении ВЛТБ ЛННК находятся Министерство культуры и комиссия Сейма, в задачу которой входит сплочение общества. «В предвыборный период очень многие политики используют цитаты. Думаю, что избиратели способны понять соответствие этого высказывания конкретной ситуации». А если не выборы, чем тогда будет прикрывать своих однопартийцев «Нацблок»? Или же также спокойно будет относиться к фразам своих членов, явно не способствующему, уже упомянутому, сплочению общества?